здравствуйте смотрите программу рецепты от грт сегодня мы будем работать на площадке вину люди комрад и беседовать я буду с поварами елизавета и мария елизавета мария чем сегодня может удивить простого жителя гагаузии ваше учреждение шурпан нашу изысканная выпечка гагаузская плацинта десерты делаем мороженое ческейт у нас в очень вкусные ческейт вкусные все у нас вкусное штруделя вкусные и почему посетители должны приходить именно к вам потому что у нас очень-очень красиво у нас очень уютно у нас красивые вкусная кухня выпечка хорошая гагаузское наше национальное блюдо плацинта гагаузское гвезлемя у нас с мясом с творогом с брынзой сегодня вы будете показывать мастер-класс для представителей из юнеско что вы покажете какое блюдо будете готовить будем готовить гагаузскую гвезлемя в чем особенность этой гагаузской гвезлеми и чем она отличается от других тесто мы готовим молоко на молоке вода масло соль брынза начинка и творог перед началом приготовления и перед началом мастер-класса мы поговорим с евреем эльчан представителем организации юнеско она нам расскажет с какой целью они прибыли в молдову гагаузию и что дальше будет происходить гагаузская мастер-класса мы по этому проекту работой по библи гастрономик прожеси ве айни софра культурами, чтобы сблизить культуры разных народов, это как раз тот проект, который нужен для нас. Продолжение следует, что дальше будет? Мы пригласили молдавскую делегацию, Гази, Антеп, Истамбул, и там пригласили нашу делегацию, и там тоже им показали, что касается культуры. Продолжение следует... 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 Вы в Гагаузии живете. Как вы оцениваете кухню? Вы в Гагаузии приехали. Как вы видите в Турке гагауз? Гагауза – очень хороший утром. Очень похож на турецкий кухон. Мы очень похож на кухон. Например, мы ели в дом кавурму. Мы тоже есть дом кавурма. Печень, потом кавурма. Кавурма очень похож на нашу кухон. Кавурма. Кавурма. У них как пирожки, но не пирожки. То есть это кавурма наподобие бюрок. Турецкий кухон. Это очень похож на нашу кухон. Гагаузу или Турк. Мы очень похож на нашу кухон. Мы тоже нам понравились. Мы говорим в Турк. Он очень хорош. Турк – очень хорош. В Турк – очень похож на турецкий кухон. То есть на нас, разговаривающих наподобие нашего языка и это нас тоже сподвигло к этим действиям. Сегодня мы приехали к Гагаусуе, но мы еще два дня еще здесь. Я уверен, что мы проведем очень интересное время. У нас будет очень интересное время впереди. Теперь мы будем использоваться гагаусы. Мы будем использоваться вот так, и так, и так, и так. Потом мы с точки зрения гагаусы. я А вот я иду. Прокладываю это. Вот так. И вот так. Я специально подкарываю все. Какого способа вы получаете? Какого способа вы получаете? Мы ее добавляем. Охраняем. Какая? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 питания с традиционной кухней народов, населяющих Молдову. Первые три дня мы были два дня в молдавскую кухню показывали, вчера мы показывали украинскую культуру, и вот два дня мы будем в Гагузию, и потом они еще поедут в Тараклию в болгарской кухне познакомиться. На мой взгляд, это очень интересный проект, он очень полезный, очень важный, потому что гастрономическая культура сейчас, она как бы становится такой популярной. Да, она становится популярной, но нас все же, исследователей, больше интересует связи между народами. Как передвигалась кухня, как заимствовались блюда одного народа другими народами. Это интересно, и еще что интересно, то есть акцент не просто на рецепт, не просто какие виды еды, блюд, но нас интересуют обычаи и обряды. Вот в обычаях и обрядах какие блюда используются. И когда мы говорим, какие блюда, то, конечно, обычаи и обряды, обязательно надо раскрывать семантику и символику. А семантика и символика, она раскрывается и в лексике, то есть в названиях. И именно названия, иногда названия раскрывают мифологическое значение этого блюда, его историческое значение. Обычно оно закрыто в термине, но когда мы начинаем исследовать, когда, в каких обычаях, для чего используется, то тогда мы раскрываем. И уже по терминам мы можем определить, откуда пришел этот термин. Вот вы удивитесь, но, скажем, наше пазы, то, что мы делаем пазы, гагаузское, оно идет от еврейского маца. Если посмотреть по этимологическим словарям, то и тогда мы через греческую, через турецкую, через балканскую культуру от евреев заимствовали мацу, это их пасхальная еда. И у нас тоже пазы, это фактически сухая лепешка, выжатая сухая лепешка. И у нас очень много вот таких вот символических значений. И раскрывая, какие блюда, раскрывая, откуда пришло это блюдо, его значение, его семантику, как оно называется, мы фактически раскрываем такую глубинную культуру народа, его мировоззренческие устои. И тогда это становится, как бы, такая, знаете, открывается картина целиком, картина мира гагаузской культуры, гагаузского мировоззрения. И точно так же раскрывается и картина болгарского мировоззрения, молдавского мировоззрения. И мы рассматриваем, и теперь, конечно, удивляемся, что так много общего, так много общего. Если посмотреть турецкую культуру, то у них очень много осталось от византийской. Очень много, но и очень много от тюркской культуры, кочевой культуры. И если посмотреть на гагаузскую культуру, то, конечно, больше нам нужно времени и изучения для того, чтобы раскрыть вот эти кочевые элементы. Потому что наслоений очень много, балканских наслоений, уже здесь бессарабских наслоений. Но все равно в нашей гагаузской культуре и в кулинарной традиции очень много таких, знаете, смешений, наслоений друг на друга тюркского, кочевого, греческого, византийского, турецкого, оттуда с Балкан и балканского, болгар. И здесь уже румынское по дороге. И очень много молдавского. И это становится на самом деле очень-очень интересно. И я вот как исследователь очень рада, что есть этот проект, что у нас были другие проекты, что мы начинаем изучать гагаузскую культуру не поверхностно, а уже заглядываем в глубину. Да, заглядываем в глубину. И мы такие изменения видим, и такие выводы, к таким интересным выводам приходим. И вот по кулинарии, не только гагаузский народ, но и все народы, если мы изучим историю кулинарии, то это история народа. И мы по истории кулинарии, где, когда, какой термин заинствовали, мы можем судить, как передвигался народ, его история движения. И это, конечно, очень интересно и очень важно. Затопили печечку, плиту, то есть, это не печка, плита с дровами. Вот начинаем жарить. Как часто приходится готовить такое блюдо? Ой, каждый день. По 100, по 200 штук делаем. Понимаете? Не устаете? Устаем, а что делать? Работать надо. Работать надо. Растительное масло. Вот так все дружно мы приготовили национальное гагаузское блюдо гюзлемя. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...